Здравствуйте! В эфире программа 7 минут. Сегодня у нас в гостях Валерий Викторович Николаев, заведующий отделом Рязанского областного центра медицинской профилактики. В этом году вашему центру исполняется 85 лет. Мы вас поздравляем. Спасибо. Скажите, чего удалось достичь за годы работы? Ну, наш центр существует, как вы уже сказали, довольно-таки давно. Он является главным предприятием Министерства здравоохранения Рязанской области по организации координации работы всех лечебных учреждений здравоохранения нашего министерства по вопросам медицинской профилактики. За эти годы, за все эти годы, ну, чего мы добились? Мы добились того, что на сегодняшний день во всех поликлиниках, работающих по участково-территориальному принципу со взрослым населением, есть открытое отделение кабинета медицинской профилактики. Также мы регулярно каждый год проводим массовые мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, по выявлению коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний и координируем работу всех лечебных учреждений нашей области по данному направлению. Вы говорили о кабинетах и отделениях профилактики. Что они собой представляют? Ну, кабинеты отделения медицинской профилактики, они работают во всех взрослых поликлиниках нашей области. Туда может обратиться любой желающий гражданин нашей области, ну, конечно, который имеет, опять же, регистрацию и имеет полюс обязательного медицинского страхования. Там могут ему, его провести экспресс-обследование, выявить факторы риска развития заболеваний и дать консультации и советы по коррекции этих факторов риска, чтобы предрасположенность к этому заболеванию, чтобы заболевание, вернее, не развилось, потому что предотвратить любое заболевание намного легче, чем потом его лечить. И с экономической точки зрения предотвращение это намного дешевле. Рубль, вложенный в медицинскую профилактику, дает отдачу 100 рублей. Это общедоказано, и ни одна отрасль экономики не дает такой отдачи при вложениях. Также в отделениях медицинской профилактики вот с 2013 года они занимаются вопросами диспансеризации населения. Мы опять вернулись к диспансеризации, которая проводится раз в три года. И после прохождения диспансеризации лица, у которых нет, еще не развились хронические заболевания, хронические неинфекционные заболевания, но есть факторы риска, высокие факторы риска развития этих заболеваний, они находятся под диспансерным наблюдением именно в этих отделениях. Вы отслеживаете результаты диспансеризации? Есть ли интересные наблюдения? Нет, ну есть, конечно, потому что вот, например, по итогам 2013 года отмечено, что довольно-таки высокий процент у нас лиц, которые курят, не низкий процент, хотя если сравнивать в среднем по стране, мы вроде бы и не на таком плохом положении, это по лицам с избыточной массой тела и с ожирением. У нас чуть ниже, чем среднестатистическое по всей стране, но они все равно есть. Точно так же вот хочу добавить по отделениям и кабинетам медицинской профилактики в медицинских организациях, там работают профильные школы здоровья, где лицам, даже уже которые имеют хроническое заболевание, их там научат, обучат их, как контролировать за показателями своего здоровья, как их корректировать, чтобы вот эта вот ремиссия, чтобы человек жил вне обострения намного длительный период времени, и чтобы не развились осложнения этих хронических заболеваний. Вы говорили о профилактике курения, существуют еще специальные кабинеты, расскажите, как они работают. Да, вот в декабре и в прошлом году, и в этом году продолжают открываться кабинеты медицинской помощи по отказу от курения. В прошлом году наш Центр медицинской профилактики организовывал обучающие семинары с приглашением специалистов из Москвы, из НИИ пульмонологии, которые проводили занятия для специалистов именно этих отделений и кабинетов медицинской профилактики по организации этих кабинетов и по методике оказания помощи. К тому же, ну, ни для кого не секрет, но особенно для медицинских работников не секрет, что с 1 января 2013 года мы работаем по порядкам и стандартам оказания медицинской помощи. Вот в одном из стандартов, это по разделу пульмонологии, там есть такое, что должна оказываться помощь лицам, желающим отказаться от курения. Но там это на пульмонологов. Мы сами понимаем, что таких специалистов у нас не так много, поэтому помощь в кабинетах в отказе от курения сначала ведется за счет анкетирования и мотивации. Лица, работающие в этих кабинетах, должны мотивировать человека, потому что без собственного желания он никогда не бросит курить. А если длительный период времени он уже курит, длительный срок, там развивается зависимость. И там много всяких тонкостей. Вот этого их всех обучили, и лица, которые работают в этих кабинетах, они владеют этой информацией. Я приглашаю всех жителей города, Рязанской области посетить эти, посещать эти кабинеты. Если нужна будет информация, где они открыты, пожалуйста, вы можете звонить нам по телефону 25 17 57. Мы вам сообщим, в зависимости от того, где вы живете, ближайший кабинет такой помощи, где он находится. Есть кабинеты профилактики, существуют еще центры здоровья. Чем они отличаются? Ну, у них все-таки функция немного разнится, потому что, как я уже сказал, что кабинеты и отделения медпрофилактики, они работают по участковому территориальному принципу. Центры здоровья работают на большие территории, потому что, сами понимаете, что открыть центры здоровья в каждой районной больнице, в каждой поликлинике – это нереально. И они просто будут не загружены. А оборудование все-таки дорогостоящее. В центрах здоровья любой желающий, хочу заострить на это внимание, бесплатно, бесплатно может проверить, оценить свое функциональное состояние, оценить функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, определить возраст легких, объем, жизненный объем легких. Также во всех центрах здоровья есть газоанализаторы, где вы можете определить концентрацию угарного газа в отдыхаемом воздухе. Это особо интересно будет тем, кто курит. Также в любом из центров здоровья вы можете определить процентное соотношение вашего тела – это процент воды, жира, мышечной массы. В прошлом году правительство Российской Федерации одобрило сценарий развития здравоохранения. Скажите, на что сейчас сделаны ставки? Какие у нас приоритеты? Ну да, в прошлом году была принята программа развития здравоохранения до 2020 года. На основании этой программы в нашем регионе также принята программа развития здравоохранения Рязанской области. И приоритетным направлением в этой программе является развитие именно профилактики, медицинской профилактики. Потому что, как я уже вначале сказал, что это самоокупаемое. Просто единственное, что отдача от вложения в медицинскую профилактику, от занятий, они не сиюминутные. Они не бывают моментальными. Но, как вот в одном из последних интервью министра здравоохранения Российская Федерация Скворцова отметила, что впервые за последние годы у нас рождаемость и смертность как-то стабилизировалась. И число сердечно-сосудистых заболеваний уменьшилось. Это уже результат именно того, что внедряется профилактическая медицина. И, кроме этого, также я хочу отметить, что, конечно, на снижение вот этой вот смертности от сердечно-сосудистых заболеваний повлиял, конечно, еще и открытие сосудистых центров. Это очень большая заслуга от того, что они открыты, и они очень много делают именно в этом направлении. Спасибо. Спасибо, что к нам пришли. Мы еще раз поздравляем вас с юбилеем центра. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. Берегите свое здоровье. До скорой встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!